добрый день в общем знаете у меня вчера цветы разбирала и у меня осталось пару горшков землей и на работу надо в общем куда иду за цветами не клиентка на той неделе сказала что вот я где всегда цветы покупала говорит не туда ходи а через дорогу говорит там тоже это продается очень много цветов и намного дешевле и выбрать огромный и вот хочу туда сейчас поехать посмотреть вот потому что на работе у меня там стоял декабрист такой здоровый уже здоровый ну его начал кто-то жрать работа как гусеница дорога я его побрызгала какой-то фигней и он короче у меня там ну в общем испортила вспомню вам покажу поэтому надо какой-то цветочек на работу купить и домой парочку купить красивых каких-нибудь в общем сейчас посмотрим чё почём и как потому что говорю вдруг там одна рассада нет там цветы и балконы и большие обычные в общем интересно что там и как обожаю вот такие облака которые вот как вата такие классные давай чарли поехали ну что красиво дальше желтку на всякие пожарные а вдруг не что-то понравиться много никогда не была. Поэтому, смотрите, как все интересно. Сколько всего. Глаза разбегаются. Даже не знаю, что хочу. Это, наверное, бонзай. Фикус, смотрите, какой хороший. 70 евро стоит. Обидно было бы 70 евро заплатить, и он у меня сдох. Тут вообще представления нет. Какого я хочу, что хочу. Ну что-то хочу. Что хочу? Что хочу? Не знаю. Тут целые вот такие загоны. Тут так жарко, эта теплица. Они тут, наверное, растут или что? В общем, не знаю. Ты что, вот такой красивый. Тут что, даже названия нет. Тут, наверное, просто выращивают, я так думаю. В общем, я уже заблудилась нафиг вся. Конечно, еще много, знаете, таких цветков, которые все уже коньки отбросили. Там за ними вроде как пытаются ухаживать или что. или такие маленькие, что не поймешь, что это, но это, видимо, здесь вот, которые, там вот видела малину, которая высаживается в открытый грунт. Трозы много, а которые вот комнатные туда поближе. Конечно, территория огромная. Можно заблудиться. Я вам тележку свою на полпути оставила. Стоит. Я там два цветочка выбрала. Даже не знаю, что это цветочки. Сейчас буду спрашивать. Это мусор, который, ну, особенный, в общем, мусор. Землю купила, дренаж вот такой купила. И опять горшки, представляете? Что-то не очень много цветов было. Купила вот такой клавель. Ммм, гвоздика. Во, вспомнила. И вот этот какой-то, не знаю, что это такое. Ну, что это такое вот с желтенькими цветочками. И все. У меня сегодня не совсем полезная еда. Жареная картошка и кролик. Там соус внизу. Косточки, обожаю косточки. Я все косточки собрала. Всем приятного аппетита. Взяла вот такой горшок, чтобы поливать свою орхидею. Вот. Вот сюда воды налью. И вот так ее туда опущу. Нормально. Вот. Чтобы она там цвела и процветала. Ну, она уже вот эти, видите, завяли. А вот эти расцветают. Значит, вот так надо поставить. Вот эти еще цветут. Или, может быть, вот так поставить. Вот чем она мне не нравилась, это вот этой. Вот это вот все. Не знаю. Зато кала моя. Я ее сюда внутрь занесла, чтобы она меня радовала глаз. Больше как-то вроде как не лезет. Ну, ладно. Вылезут. Куда они денутся, правильно? И еще взяла вот такой горшочек. Вот у меня тут такой папоротник есть. Он что-то как-то не очень. Он у меня. Что-то с ним не то. Такой взяла горшок. Потому что почитала. Ему горшок нужен широкий, но не глубокий. Сейчас хочу пересадить его. Уже с дырочками, видите, все дела. Вот так будет смотреться. Я бы хотела белый, но белого не было. Ну, коричневый тоже ничего, нормально смотрится. Вот хочу пересадить. Пересадила вот этот сюда. Там, представляете, два таких слизня было. Такие они противные. Я их просто ненавижу. Там, видимо, такая влажность и все. Я вот хочу, чтобы, знаете, он вот это вот так вот свешивался. Как вот этот. Только этот туда будет свешиваться. А этот будет сюда вот так свешиваться. Ну, вот. Этот, правда, цветет постоянно. Так вот, фу. Вот в этом тоже слизняки были. Фу, как я их ненавижу. Это гвоздика. Я тоже ее пересадила. Будет, наверное, красиво. Кстати, вот этот горшок для поливки. Ну, видите, годится тоже для этого папоротника. Может быть, он у меня очухается. И вот так поливать надо, чтобы вот эти лапки не были в воде. Воды надо чуть-чуть долить туда. Вода еще у меня сегодня. Зато потом эту воду можно полить еще какие-нибудь цветы. Удобный, кстати, горшок. И что он вот так вот у меня. И для орхидеи, и для всех делов. Пускай полчасика вот так и замачется. Вот это вот. Нужно, чтобы вот эти лапки не были в воде. Вроде бы корни хорошие. Все нормально. Может, очухается. Не знаю. Вот теперь декабристу негде место. Он такой какой-то, знаете, слишком пышный, что ли. Куда его поставить, даже не знаю. Может быть, вот сюда. Вот так лучше, да? Это вот те калы, которые я на следующий год, думаю, они, может быть, прорастут или что. Ну, даже если они прорастут, можно выбросить. В общем, все. Цветы вам свои показала. Это надо пообрезать все, чтобы было красиво. Вы знаете, тот магазин, он большой. Но как-то, знаете, вот в другом, в котором я была, хоть там и подороже, но там больше как-то красивых цветов. Вот. Я какой сделала вывод. Там как-то хочется все купить. А в этом как-то больше для сада, что ли, для огорода. Вот. Как-то все не очень красиво, скажем так. Мы же как любим-то глазами. Я, например, вот сюда хочу что-нибудь поставить. Хотя сейчас сюда смотрю, тут уже и так у меня всего-до-всего. Моя орхидейка. Вот эта ватная палочка я, когда опрыскиваю, вот так вот промакиваю, чтобы не было там васты, не застоялась вода. В Алькампу вчера видела орхидеи по 7 евро, но там вот с этими. И тоже там какие-то вот корни вот тут вот. Было некрасиво. В общем, да. Не буду. Буду пока одну. Ну, Калла у меня вообще просто, она превосходная, смотрите. Вообще что-то, что-то с чем-то. Вот так вот. Пылесос не могу пропылесосить, потому что вчера помыла фильтр. Он еще не высох. Да, Чучи? Я ему каждую ночь даю воду. И он в воду либо купается, потому что, смотрите, сколько много воды, потом вечером ее не окажется. Он либо купается в ней. Душ принимает. Ладно, пойду я сериальчик какой-нибудь посмотрю. Ну, вернее, не какой-нибудь, а дочери Бенеш. Все никак не досмотрю. Лапа моя на своем месте, загорает. Ну, что-то какой-то у меня сегодня грустный. Ты у меня сегодня грустный или что? Не пойму. Или тебе жарко? Вроде не жарко на улице. М? Нет, ты не грустный? Или как? У меня, кстати, для вас завтра сюрприз. Вы подписаны всем? Если нет, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. И вас ожидает сюрприз. А я пока пойду чай, наверное, попью. Холодного. Хожу, смеюсь. Знаете, над чем? Замолчи. Сейчас даже сказать. В общем, муж не ест кролика до тех пор, пока он, ну, если не знает, что это кролик, ест. Вот сейчас дала ему. А у меня прикол. Знаете, какой? Чарли кролика тоже не ест. Я вообще офигела. Я сейчас ему дала кусок. А он не стал его есть. Представляете? Собака не ест кролика. И такая стоит. Сейчас Таня на кухне ест. Да, вот Чарли говорит. Чарли тоже не ест кролика. А я молчу, такая хожу. А курицу, говорит, что-то не хочет. По-моему, это не курица. По-моему, это кролика. Чарли тоже не хочет кролика. У меня такой ржач. Я такая хожу. Да, да, да. В общем, ни Чарли, ни муж, ни дядь кролика. Не знаю, почему. Не пахнет ничем. Представляете? Собака. Ужас. И вот я хожу, смеюсь. Чтобы понимал. Ну что, друзья. Идем осматривать местность, внеизвестность. Блин, мухи задолбали. Какие-то они прям совсем суровые. Знаете, прям вот суровые. Нет бы я вот телесная какая, да, жрить и не хочу. Нет, они лезут вот в глаза, в нос. Зараза. И вот все это. Дорогу иду вот так вот. Варясь с ними. Чарли, во, вены кочи. Даже здесь машины ездят. Ну надо же. Они такие, вены кочи. Я думала, здесь пешеходная дорога. Оказывается, нет. Да, моя рыба сляткая. Да, тут машины едят. Блин, и мухи живут, зараза. Ну надо же. Значит, что-то там есть. В конце туннеля. Сейчас посмотрим. Смотрим. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Так вкусно пахнет елками Представляете, здесь даже сети нет Так вот, что случилось со мной, и все Но здесь очень много велосипедистов ездит На лесопедах Очень интересно, куда все это ведет Но я, наверное, сейчас уже буду возвращаться Потому что Насколько мне интересно Настолько же мне и страшно Куда-то переться В городном одиночестве, знаете Еще же тут и змеи могут быть Всякие кабаны А время уже полдевятого А мне еще назад Чесать Там вот у нас вдали Шоссе идет Там, видимо Речка Когда Дождь идет Дождь идет Сильный Вот с гор стекает речка А по этой трубе Вода идет Сейчас вот этот за угол заверну Посмотрю Но здесь козы гуляют Потому что какашки есть Свежие Свежатинка Какашульчики Та-дам 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 Там Там Сколько Вот знаете Вот думаю За поворот зайду Потом думаю Ну еще один поворот Просто так интересно Куда все это ведет Что просто Сил нет Может быть Вот за этот поворот Зайду И точно Посмотрю Развернусь Пойду обратно. А за этим поворотом еще один поворот. В общем, ну его нафиг. Да. Прям дебри такие. Вчера, кстати, с клиенткой разговаривала. Она мне тоже какую-то тропу говорила. Там, говорит, даже эти грибы растут осенью. Я в детстве грибы мы собирали каждую осень. Знаете, помного разбиралась в них. А потом все. Видите, беру себе диски едут. А потом все забыла. Откуда я знаю, может быть, они какие-нибудь разные, эти грибы. Вот. Как я их буду собирать. Позравлю еще нахрен всех. А у меня муж не любит грибы. Поэтому тут куда-то тропа, смотрите. Туда и туда. Пойду сюда зыркну и все, я обратно пойду. Ой, как все интересно, конечно. Знать бы, куда это все ведет. Может быть, конец вон там, через 100 метров. Но а может быть, и не через 100. Чарли знает, куда идти. Видите, он идет сам. Вот новый поворот. Блин, мухи задолбали. Столько мух, ужас. Куда они берутся? Ну да, здесь вот это вот как дамба, да? Чтобы вода стекала. Нет, я пойду назад, потому что ну его нафиг. Потому что ну его нафиг. Жизнь дороже. Господи, они меня атаковали. Посмотри. Меня мухи сожрут, блин, здесь. Не кабаны, не змеи, а мухи. Это вообще на вкуснятину, что ли, все слетелись. Увидели, такие, такая вкусняшка идет. И все. Пипец. Рыба моя устала. Как всегда, с твоей игрушкой лег и лежит, отдыхает. Смотрит на балкон и отдыхает. А я сейчас тоже пойду в душ. Я решила сразу прийти, прям вот сразу взяться за дело. И заметила, что я не попрощалась. Так что, друзья, завтра, на завтра ничего не готовлю, потому что мы не кушаем дома. Мы завтра кое-куда отправляемся. Будьте на связи. А вот, жду ваших комментариев по поводу моих цветов, моих прогулок. Кстати, я когда там гуляла, встретила двух женщин и говорю, и их спросила, говорю, куда ведут эти дороги. Они говорят, никуда, просто вот по горам вот такие вот дороги и все. Я говорю, то есть надо возвращаться, они говорят, ну лучше да, иначе, говорят, можно заблудиться и все. Я говорю, ну тогда я вернусь. И вот так вот. Но там много всяких разных разветвлений, что там можно ходить и ходить. Я просто, знаете, мне вот по одному и тому же место это скукота. Вот, потому что, не знаю, а вот так вот в разные места, то здорово, классно. Пишите, если вам понравились такие прогулки. мне очень. Я сейчас пойду в душ и буду отдыхать, чего и вам желаю. В общем, всего самого лучшего и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok